Собственно говоря, мы и подошли к тому, почему сегодня «Шахтер» в таком из ряда вон выходящем составе и вообще из ряда вон выходящее событие. Я бы назвал это, по большому счету, позором, когда всего лишь три человека на скамейке запасных, один из которых вратарь. Но, собственно говоря, «Шахтер» здесь не виноват. Я, по крайней мере, карагандинцам виноватыми в этом не считаю. Договорю потом, удар! И, слава богу, очень-очень мимо ворота бил 23-й номер Рой Беренс. Человек, привлекавшийся в свое время в сборную Голландии, но отыгравший не так много матчей, но зато выступавший за олимпийскую команду Голландии на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Так вот, 10 ноября, ближайшее воскресенье «Шахтеру» предстоит финал Кубка страны в Астане на хорошо уже знакомой карагандинцам Астана-арене против Тараза. Ну и так как обе команды, оба финалиста Кубка не попали по итогам чемпионата, ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы на следующий сезон, то разыгрывается путевка в Еврокубке. Сами понимаете, сегодня четверг ночь, а играть уже в воскресенье, и, собственно, поэтому, сославшись, правда, на некие травмы, оставил Виктор Пумыков, ведущих своих игроков, уже перечисленных мною, дома. Не думаю я, что там у кого-то что-то серьезное, может быть, за исключением Алдина Джидича, но посмотрим в воскресенье в финале Кубка страны, кто в итоге появится в составе у карагандинского «Шахтера». Вызывает, правда, недоумение другой вопрос, почему этот самый финал Кубка страны нельзя было перенести. Почему Федерация Футбола Казахстана, которая регулярно прикрывается как щитом, успехами «Шахтера», прикрывает и неудачи сборной всевозможные, и провал других клубов, Почему не пошли навстречу? Почему не перенесли финал Кубка страны с 10 ноября, скажем, на 17-е, ровно на неделю? Что этому мешало? Погодные условия, так на Астана-арене искусственный газон. В общем-то, там играть можно круглый год. Да, возможно, был бы поставлен неравные условия Тарас, и, может быть, это было бы не совсем справедливо клубу с юга Казахстана. Но давайте будем честными, когда мы все болеем за «Шахтер», может быть, стоит иногда пойти карагандинцам навстречу, чтобы этот матч не превращался для карагандинцев в ненужную абузу перед финалом Кубка страны. И теперь что получается? 10-го числа карагандинский «Шахтер» играет в Кубке страны, а дальше? А дальше еще через две недели принимать дома ПАО, а потом еще в декабре ехать в гости к Маккаби. А что «Шахтер» будет делать все это время? Чем он будет заниматься? Он будет месяц без игровой практики. Сначала две недели перед матчем с ПАОКом в Астане, а затем две недели перед матчем в Хайфе. И как это скажется на результатах команды? Сейчас шансы на выход из группы в Лиге Европы еще есть. Два очка у карагандинского «Шахтера» перед этим матчем, пять у АЗ. И, собственно говоря, наша задача, по большому счету, на эту встречу не проиграть. Да, победа это будет идеально, это будет, возможно, маленькое чудо, учитывая все обстоятельства. Но задача, по большому счету, не проиграть, чтобы затем в домашнем матче с ПАОКом и в последней игре в Израиле против Маккаби попытаться выйти из группы. Почему чиновники Федерации футбола Казахстана никак не пошли на встречу? У меня нет ответа на эти вопросы. Дальний удар. Кстати, хочу завершить репортаж всей той же темой. А мне коллега Асхат Жакаев написал в Твиттере в перерыве, ну, как бы не совсем мне, но по мотивам моего выступления, что, дескать, нельзя было перенести по объективным причинам финал Кубка. И гости приезжают на столетие казахстанского футбола, и Тарас бы не согласился. Может быть, и не согласился бы Тарас, но его можно было об этом спросить. И я надеюсь, что руководители клуба Тарас пошли бы навстречу в этой ситуации. А что касается гостей, так не развалились бы. Поменяли бы билеты в бизнес-класс, это легко очень делается, тем более, я так понимаю, за счет принимающей стороны все это дело. А у нас, извините, почему-то все время гости ставятся во главу угла, а не наши. Статистика.